На территории нашей области расположено около 30 водоемов и все они потенциально опасны в паводковый сезон, то есть наступающий весной. Чтобы избежать чрезвычайной ситуации, сотрудники департамента ПЧС совместно со специалистами предприятия КАЗ Селезащита и КАЗ Сушар провели мониторинг состояния русел основных рек и водохранилищ, результаты которого потребовали немедленного реагирования. На сумму 186 миллионов 900 тысяч тенге выделены по программе предупреждения чрезвычайных ситуаций в области, проведены русло выпрямительной работы общей протяженностью 2850 метров, берегоукрепительной работы 1825 метров и построены дамбы 381 метр на реках Арысь, Улан, Келес, Буген. Последние два года сотрудники по чрезвычайным ситуациям регулярно напоминают руководителям районов о необходимости установки локальных систем оповещения населения о чрезвычайной ситуации. Такие системы пока появились в 22 сельских округах, расположенных вокруг Шардаринского водохранилища. В других же паводкоопасных районах в случае опасности население рискует так и не узнать о наступлении чрезвычайной ситуации. В областной районной коммунальной собственности имеется 15 водохранилищ. До сих пор ни в одном водохранилище не установлены сирены. Также не проводятся работы по установке локальных систем оповещения акиматами Саракачского, Сайрамского, Тюлькубасского, Тулебийского, Вадимирских районов и города Кентау. Еще одна проблема, затронутая руководителем спасательного ведомства – отсутствие в области санитарного вертолета. О том, что такой летательный аппарат необходим, говорилось давно, а средства должны быть выделены из бюджета Департамента здравоохранения. Реакция Акима области на эту новость была жесткой. Однако до сегодняшнего дня вопрос софинансирования со стороны областной Акима остается пока нерешенным. Значит, у нас планируется в 2017 году строительство. Как не выполнено? Покерит? Где потери? Я не выполнил. Почему не выполнил? Сфинансирование у нас будет для того. Еще раз. Там было поручение, как это сделать. Я показал дорогу. В общем, последний звонок это был. Продолжаем. Нету вопроса, проблема снята. Если будет через неделю проблема, будет у них проблема. До сих пор не решена проблема и с перезахоронением ядовитых отходов. Этот вопрос также был затронут на совещании. Отвечать на него пришлось руководителю управления природных ресурсов Мухиту Атаршееву. Сейчас пробуется работа с районами. Не надо проводиться. Что вы лично сделали? Чтобы эти материалы оказались на территории Семейского ядерного полигона или там, где они могут захоронить или еще где-то. Что с землей вы сделали? Вы меня перед факторами ставьте. Вы на этом участке для того, чтобы решать вопросы, а не проблему поднимать. Даю вам неделю. Даете мне все вопросы решения и то, что вы собираетесь делать. Поняли, да? И сроки исполнения. Стоять. В завершении встречи глава области дал конкретные поручения по организации в каждом районе штабов по предупреждению наводнений и усилить работу местных комиссий. Даня Архадайбергенов, Талгат Абдинабиев, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании ОТРР.